Бойцы, сегодня перед нами стоит сложная задача. Надо незаметно взять в кольцо две самые интересные премьеры недели, эвакуировать из зоны розыгрыша билет в кино и отправить в штаб сообщение о проведенной операции. Вы готовы? Тогда в атаку! Ну вот и российское кино нашло для себя настоящую протаренную народную тропу. Один раз сняли фильм про национального героя Харламова, всем очень понравилось. Пипл, так сказать, хавает, да еще и добавки просит. Хотите, получайте. Лента Гагарин, первый в космосе, к вашим услугам. Тут тоже все по госту, режиссеры и актеры местные, пафоса по максимуму. Как вы наверняка догадывались, быть первым в чем бы то ни было всегда в тренде. Поэтому щепотка здоровой конкуренции тут дело обычное. Вот и Юрий не так просто занял свое место в космическом корабле. 3000 желающих летчиков-истребителей в ходе придирчивого отбора превратились в отряд потенциальных космонавтов. Фильм как раз о том, какие страсти кипели в коллективе и как Гагарин вырвался в этой гонке вперед. Поехали. Ох уж эти брейк-дансеры, тиктоникеры и балеруны. Танцуете, от вас глаз не оторвать. Особый восторг посещает тех, у кого ножки кривенькие, да чувства так-то отсутствуют. Видимо, поэтому все танцевальные ленты настолько популярны среди зрителей. Но в этот раз столкнемся с тяжелым случаем. Фильм «Уличные танцы 3» «Все звезды» совсем не похож на предыдущие части. О великое горе! Молодежный клуб собирается снести, и талантливым ребятам станет негде репетировать срочно нужные деньги. Собрать их можно, выступив на танцевальном чемпионате. До этого момента фильм развивается по классическому сценарию. Дальше – отклонение от курса. Вместо команды виртуозов по ДД – разнородная кучка подростков, которые танцуют как детсадовцы. И из этого нужно слепить победоносный коллектив. Уличные танцы. Все звезды. Моя следующая новость целиком и полностью посвящена одной очень сердитой особе – знаменитой недовольной кошке по кличке Тардар. Наверняка вы все видели эту забавную морду в интернете. Голубоглазая грустняшка стала героиней множества роликов, мемов и прочей развлекательной ерунды. Но впереди у нее по-настоящему серьезная миссия. Если кошка становится знаменитой на весь мир, то просто необходимо снять про нее фильм. Вот и недовольная Тардар вскоре переплюнет по популярности самого Гарфилда. Продюсеры Тодд Гарнер и Шон Робинс предложили хозяевам усатой звезды разработать фильм и тем самым покорить сердца всех зрителей, ведь Тардар в этом плане – вариант беспроигрышный. А теперь уделим пару минут тем, у кого руки чешутся получить бесплатный билет в кино. Скорее съешьте шоколадку, говорят, она помогает думать, а это вам пригодится, чтобы ответить на мой вопрос. Кто сыграл Д'Артаньяно в русской версии истории о трех мушкетерах? Присылайте ваши версии в СМС по номеру 5577 в начале сообщения буквы МГ. Каждый десятый умник отправится в кино. Что ж, шутки в сторону. На полном серьезе предлагаю вам посмотреть афишу от планеты кино. Все внимательно зафиксировать в своей памяти и ровно через неделю явиться на это же место без опозданий. Я буду ждать. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова